Девушки отдыхают Но, в общем-то, отражает суть Итак, первое Кидалово произошло, когда обгайдарили всю страну и все население при одобрении либералов и бывшего президента страны Ельцина Может быть, поэтому сторонники реформ и политики решили открыть в Москве Ельцин-центр, а в региональных музеях его филиалы Ну, наверное, в них будут экспозиции, посвященные изъятию накоплений советских граждан А может быть, будет и дорожная карта прихватизации государственной собственности по Чубайсу Вот этот позор нам допустить просто нельзя Наверное, некоторые думают, что люди забыли, как в одночасье люди стали нищими Они по-прежнему задают вопрос, где наши вклады, страховые накопления, облигации И, как сказала одна женщина, я живу на зло государству, чтобы дождаться справедливости и возвращения своих вкладов А нынешнее государство, которое стало правоприемником Советской Российской Федерации, видимо, решило ничего не отдавать И тянется эта проблема аж с прошлого века Мы в Госдуме периодически возвращаемся к этому вопросу Задаем вопросы Минфину и Центробанка Ответы вити и вату, но, в принципе, так слышится Денег нет и, может быть, когда-нибудь кому-нибудь отдадим, если они доживут до светлого дня Потом в стране отмавродили доверчивых Поняв, что граждане легко идут на призыв помочь себе, помочь стране Да, действительно, наши люди не так часто на такси ездят в булочную Но привыкли верить тому, что пишут в газетах и особенно, что звучит с телеэкранов Когда рекламно работал Леня Голубков, все ему поверили, как не поверить простому работяге Но это потом, когда суд присудил Мавроди выплатить всего 10 тысяч рублей И ничего у него не конфисковали для того, чтобы вернуть эти деньги гражданам Люди обманутые поняли, что кидалово было похоже на сговор А дальше в государстве слово обманутые добавлялось к любой категории граждан И мы смогли уже получить новые группы Обманутые вкладчики, обманутые дольщики, обманутые заемщики, обманутые потребители Обманутые пациенты, абитуриенты и студенты, обманутые пенсионеры И это далеко не весь перечень обманутых Такое впечатление, что в стране у нас главный лозунг «Не обманешь, не проживешь» Итак, обманутые заемщики и кредиторы Это почти все граждане нашей необъятной родины Объем кредитов в населении составил 12,8 триллиона рублей И каждый гражданин, включая младенца, взял кредит в размере 87 тысяч рублей Люди порой берут деньги в банки для того, чтобы отдать банку Банки жируют, граждане истощаются Быстрые деньги, с моей точки зрения, это просто ОПГ Эти точки, как грибы, растут на каждом перекрестке Им выделяют лучшие места в городе, не дай бог, кто мимо пробежит А так заодно и заглянут на огонек Вместе с ними плотно сотрудничают коллекторы На которых обратили внимание правоохранители и законодатели Лишь тогда, когда общение с ними стало приводить к летальным исходам граждан Отрадно, что Госдума внесла поправки в закон о потребительском кредите Защитив россиян от непомерных накруток банков и микрофинансовых организаций Но это произошло лишь через 5 лет Обманутые дольщики Геннадий Андреевич Зюганов как-то называл цифру 150 тысяч обманутых дольщиков Которые лишились и квартир, и денег И если брать вместе с членами семьи, то это где-то уже под полмиллиона граждан Занимаясь этим вопросом на протяжении многих лет В том числе и в рамках различных комиссий Я поражаюсь тому несусветному количеству схем обходов законов Которые принимаются и на федеральном, и на региональных уровнях Правовые пробелы в них всегда использовали в своих интересах Нечистые на руку люди Более того, на мой взгляд, ни одна из существующих и вновь изобретенных схем Не сработала, если бы застройщики, мошенники, был бы одиночек Ведь кто-то ставил подпись под разрешающими документами Ведь кто-то выдавал кредиты по поддельным документам Ведь кто-то регистрировал сделки по копиям документов И перечень этот можно продолжать Добросовестные приобретатели Одни взяли кредиты и теперь выплачивают их за свою мечту о жилье Которое в Москве иногда называют апартаментами Другие вложили материнский капитал, теперь оставив детей без жилья Третьи продали старое жилье в надежде въехать в новое И все эти первые, пятые, двадцать пятые наказаны А вот кто-то остался при должностях, погонах И теперь влачат жалкое безбедное житие Страховые компании получили 55 миллиардов рублей Выплатили по страховым случаям лишь один миллиард А где остальные деньги? А может быть все-таки страховым компаниям страховать не только свои интересы Но и денежные вклады граждан Или вложить те деньги, которые у них остались В том числе в строительство проблемных домов Давайте с вами все-таки, коллеги, подумаем И внесем законодательные инициативы Чтобы страховщики все-таки были ответственными И действительно страховали не только свои интересы И не только на бумаге Может быть в том числе и пора и правительству И законодательным нам с вами подумать О создании федеральной программы целевой Направленной на решение проблем обманутых дольщиков Мы с коллегами по фракции уже в соответствующие министерства Внесли подобные предложения Но кроме нечистых на руку строителей Строителей я в кавычках говорю Есть еще и проблемные банки Саморегулируемые организации в строительстве Собрали 90 миллиардов Из которых 40 потеряно Потому что их разместили на счетах проблемных банков Об этом говорил спикер Госдумы Володин Вячеслав Викторович Поэтому плавно перехожу к проблеме обманутых вкладчиков Но создавали банков Центробанк выдавал лицензии И должен был в принципе отслеживать ситуацию Которая складывается Да у нас действительно законодательно защищена часть вкладов Агентства по страхованию вкладов Но если банк не внесет к себе данные о вкладе В единую систему страхования Не отразит это в бухгалтерии То уже гражданин не может получить эти деньги Да, Центральный банк почистил часть банков И очень часто, к сожалению, приходится наблюдать картину Когда основные активы банков Уже оказывались выведены еще до отзыва Лицензии и прихода внешнего управляющего Все это приводит к тому, что страдают вкладчики При этом власть почему-то старается помочь банкам А банки не стараются помочь ни юридическим, ни физическим лицам Которые пострадали от этого Обманутые пайщики Тоже теперь остались у разбитого корыта И никто народному кредиту не может пояснить Где, кто, когда совершил ошибку И за что наказали граждан Зачастую можно услышать мнение Что долевое строительство, денежные вклады, банки, фонды В том числе и пенсионные страхования Это риски В чем тут можно согласиться Но именно мы должны с вами принимать такие законы Чтобы минимизировать эти риски для наших граждан И максимально усиливать ответственность для исполнителей И наказание для мошенников А в условиях махрового капитализма Чувствительным наказанием является денежное Эквивалентное нанесенному ущербу Умноженный коэффициент тяжести преступления Думаю, граждане нам будут очень благодарны Если мы уголовный кодекс Несем статью, связанную с конфискацией имущества Об этом давно уже просят правоохранительные органы Надзирающие, а граждане нам просто скажут Не просто скажут огромное спасибо А будут носить на руках Не могу обойти своим вниманием категорию обманутых пенсионеров Это отдельный разговор Но я хочу сказать о гражданах, которым за 70 и 80 лет Когда-то они услышали предложение президента Что гражданин, которому за 80 лет не будет Будет освобожден от уплаты за капремонт Тем, которым за 70 лет Они будут платить лишь половину Но, конечно, они поверили, обрадовались Но на местах решили, что сначала пусть они оплатят Несуществующие предоставленные услуги А потом, может быть, им вернут Если они принесут, добегут Но пока до них добежать они не успевают До них добежали инфаркты и инсульты Поэтому думаю, что нужно в Государственной Думе Создать подразделение, отдел, службу Которая бы отслеживала ситуацию Проводила мониторинг исполнения законов Который касается больших социальных групп И вносила предложения в действующее законодательство С помощью депутатов Не дожидаясь социальных взрывов Самым важным, самым больным вопросом для государства На сегодняшний день является вопрос доверия граждан Конститутам власти Ну как вы думаете, вот эти обманутые Доверяют теперь государству? Вряд ли Считают ли они себя защищенными От действий современных алчных донаживы Котов-Базильева и Лис-Алис? Я, например, думаю, что нет И, например, в своей работе с избирателями Я не видела таких избирателей Которые бы просили в срочном, в очередном порядке Принять закон о самозанятых гражданах Или рекламе пива Об уничтожении мупов и создании мусорной проблемы Законов клишаса или повышения возраста выхода на пенсию Как, впрочем, и строительства Ельцин-центров А вот обманутых очень много И мы должны вернуть доверие граждан к власти Это сложно, но возможно Спасибо Следите за нашими новостями Чтобы не пропустить все самое главное и интересное Во внутренней политике нашей страны Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»